Но прежде всего, какие бывают кофеварки? Кофеварки бывают, если говорить утрированно, нескольких типов гейзерные, капельные, рожковые. В данном случае кофеварка фирмы Saeco является рожковой, а именно Saeco Minobar. На что следует обращать внимание при выборе рожковой кофеварки? Это на материал, используемый в рожке. Он должен быть металлическим, а не пластиковым, так как использование пластика негативно сказывается на вкусе кофе. Также, обращать внимание, стоит на мощность кофеварки, она должна быть около 15 бар, а не меньше. Так как, если 3-4 бара мощность кофеварки, это также негативно сказывается на качестве кофе. Не лишним будут и те дополнительные приспособления, которые идут в комплекте. В данном случае с этой моделью кофеварки поставлялся так называемый капучинатор, который является насадкой на трубку для подачи пара, где вот этот гибкий шланг помещается в емкость с молоком, и когда вы приготовляете, допустим, капучино, то у вас молочная пенка появляется очень приемлемого качества. Также не лишним будет обращать внимание и на объем емкости для воды. В данном случае емкость расположена в задней части кофеварки, что является не очень приемлемым, так как если у вас она представлена и находится около стены, вам постоянно стоит обращать внимание на наличие воды, что является не то чтобы негативным, но иногда не очень удобным. Данная кофеварка позволяет приготовить эспрессо, капучино, латте, латте макеата, ну и другое кофе, разновидности перечисленных мною. Чем отличается, допустим, капучино и латте от латте макеата? Латте макеата, как многие пишут, заключается в том, что в процессе его приготовления кофе добавляется уже взбитое молоко, а в случае с капучино и латте, то молоко добавляется в кофе. Разница в то же время между капучино и латте заключается в том, что в случае с капучино в напитке больше кофе, допустим, две части кофе и одна часть взбитого молока. В случае же с латте в напитке больше молока, две-три части и одна часть кофе эспрессо. Ну, кофе эспрессо это когда горячая вода под давлением проходит через кофе. Кстати, рожковые кофеварки многие также называют эспрессо-кофеварками. Они позволяют приготовить данную разновидность, если можно так выразиться, кофе. Также еще отмечу, что при приготовлении латте макеата, кофе получается, точнее, конечный напиток слоистым. Внизу находится молоко, в середине кофе, а на вершине взбитая пенка. Получается красивый напиток, но в дальнейшем я это постараюсь все показать. В этой модели я использую не так часто данный капучинатор, так как при приготовлении приходится мыть уже в конце лишнюю деталь, что отнимает несколько времени. Мне достаточно взбить молоко при помощи трубки для подачи пара. Также я не использую указанную сеточку, точнее, решеточку на поддон, так как несколько неудобно, если использовать большой стакан и его ставить, то сверху закрепляется рожок, и не совсем удобно после приготовления кофе извлекать стакан, так как он цепляется за кончики рожка. Поэтому не использую решеточку, а стакан сразу ставлю под рожок рожок для получения кофе. И также еще плюс лишнюю деталь мыть, когда после приготовления кофе приходится тщательно убирать его остатки и машину держать в чистом состоянии, лишнюю деталь мыть, сушить, а если использовать капучинатор, то это все не очень удобно. Поэтому я ограничиваюсь трубкой для подачи пара, убираю решеточку, и в принципе получается достаточно приемлемый напиток. Что еще стоит отметить? Укажу лишь возможность кофеварки использовать так называемые чалды при приготовлении, или чалды, не знаю, как ударение ставить, но не суть важно. Не насыпать, естественно, уже кофе в рожок, а использовать его в так называемых пакетях, когда он в заводском виде спрессован и этот пакетик ложится в данный рожок. Ну, я это также не использую, так как просто можно насыпать кофе в рожок, это не является чем-то затруднительным, его утрамбовать. Ну, в дальнейшем я покажу, как приготовляется данное кофе. Эспрессо, латте макиято, латте, это не является чем-то сложным.